Определим реакцию составной конструкции с помощью принципов возможных перемещений. Принцип возможных перемещений формулируется для идеальных стационарных негалономных связей. Что такое идеальная связь? Это связь, работа реакции которых на любом возможном перемещении равна нулю. Это означает, например, что этот шарнир, неподвижный шарнир, цилиндрический шарнир, будет идеально в том случае, если здесь не будет трения на поворот. То есть если есть реакции, ну X, A, например, Y, если мы подпишем там точкой, точка A, пускай здесь будет, точка A, то эти связи, они не совершают работу. Это значит, если фактически нет момента трения, там какого-то сопротивления. То же самое здесь или здесь вот. А стационарные связи, это связи, не зависящие от времени. Галономные связи, значит, они, если кинематические, то они интегрируются. И вот для таких связей формулируется необходимое достаточное условие равновесия, которое стоит в том, чтобы сумма работ всех активных сил на возможном перемещении была бы равна нулю. Еще утверждается, иногда добавляется, чтобы начальные скорости были равны нулю. Ну, в данном случае, конечно, это очевидно. И так у нас имеется статическая задача, скорости все равно нулю. Но с помощью такого принципа надо найти реакции опор. Ну, на первый взгляд кажется наивным. Тут статические конструкции. Какие перемещения могут быть вообще? У нас все и так неподвижное. Что перемещать? Какие работы? А в таких случаях для определения реакции опор делается некоторый такой трюк. А именно, если мы хотим, например, найти горизонтальную реакцию в точке B, подпишем, пускай, точка B, в точке B, то мы освобождаем, значит, действие первое, чтобы найти горизонтальную реакцию в точке B. Именно ее, только XB. Больше ничего. Вот это нас не интересует, там каким-то соображением интересует только XB. Мы первое действие. Освобождаем эту конструкцию от связи так, чтобы в этой связи осталась бы только одна реакция – вертикальная. То есть, фактически, мы от горизонтальной связи эту конструкцию освобождаем. То есть, ищем горизонтальную реакцию и от горизонтальной же освобождаем. Все логично. Значит, это означает, что вот такой неподвижный шарнир мы заменяем на подвижный шарнир. То есть, как бы, с колесиками. То есть, он как бы будет кататься. Но если он так будет кататься, он может далеко катиться Поэтому мы должны как-то компенсировать Это логично так смотрится Что мы должны компенсировать вот этой силой ХБ Обначаем ХБ Это будет искомая сила И условно подобрать так эту силу ХБ Чтобы она никуда не укатилась То есть она будет кататься, но мы ХБ подберем так Сходя из принципа возможных перемещений Чтобы это все было на тело становиться То есть получается После нашего действия механизм Но ХБ подобраны так, чтобы он скатил назад Или там Все было равновешено Ну и еще замечание следующее Что мы эту задачу будем решать не с помощью принципа возможных перемещений А поделим на Дельта Т Или там на время И получается принцип возможных мощностей Так удобнее Мы будем умножать скорость Скалярно умножать вектор скорости на вектор силы Сила на скорость Получается мощность Ну вот еще если мы запишем Сам принцип возможных перемещений Ну в самой общей форме Такое Это там Дельта А Это скалярная величина Дельта А катая равняется нулю Ну отсюда мало что, так сказать, видно Вот если мы То и перепишем еще вот так Смотрите Вот Ф Какая-то катая Скалярное произведение Это, конечно, все возможно для упомянутых уже стационарных Идеальных связей Да, идеальность здесь требуется для того, чтобы здесь вот в эту сумму У нас связи не попали бы То есть в эту сумму попали бы только активные силы А к этим активным силам присоединилась бы сила ХБ В данном случае ХБ, если мы ее ищем И она бы вошла в это уравнение Откуда мы ее бы и нашли Итак, имеем конструкцию Две части В точке С Пометим точкой С В точке С Имеется промежуточный шарнир Сила П действует красный шарнир Горизонтальная сила Ф Значения все даны М1, М2 задано Надо найти ХБ Тут размер 2 метра, 3 метра, высота 2 метра Ну вот этот принцип возможных перемещений Принцип возможных перемещений Мы представим в виде более удобного Момент на угловую скорость Причем моменты мы будем брать Относительно мгновенных центров скоростей Соответствующих тел То есть омега катая Это угловая скорость катого тела А z значит проекция на ось z Z на нас направлена Фактически это то, что в некоторых учебниках Называется алгебраическая угловая скорость Но этот термин не очень хороший Как бы что, есть векторная, есть алгебраическая Лучше просто проекция угловой скорости на ось z Итак, вот такая сумма равняется нулю Остается только вот эта вот сумма Остается только написать моменты и угловые скорости Но моменты мы будем брать относительно мгновенных центров скоростей Итак, что у нас получается? Если мы в точке B отбросили реакцию Отбросили связь, заменили реакции Значит она будет кататься Значит приобретет некоторую скорость Эту скорость мы обозначим Допустим это будет VB Вектор скорости VB Вот этот вектор скорости VB Если этот вектор скорости будет VB То мощность силы XB будет VB На XB со знаком плюс Они в одну сторону направлены Косинус там Нуля будет единица Но ведь и эта точка сместится Здесь остается только указать Куда она будет смещаться Нужно догадаться, что точка А неподвижная Вот этот уголок, он не разгибается Здесь же он жесткий Поэтому это фактически надо нарисовать Скорость точки тела при вращательном движении Это твердое тело Значит мы вот так вот перпендикулярно нарисуем Скорость точки С Вот здесь 90 градусов Ну то, что направлено на право Очевидно, потому что VB Это уже направлено на право Если мы так соединим Проекции в одну сторону направлены Значит это у нас имеется одна скорость Имеется другая скорость Легко догадаться, что мгновенный центр скоростей Вот этого тела правого Находится где-то там вверху Вот мы сейчас остановим перпендикуляры Скоростям Это будет один перпендикуляр Другой перпендикуляр Вот в этой точке МЦС Ну как-нибудь обозначим Точку Обычно точкой P обозначается У нас уже задействовано А, B, C Допускай D Итак, точка D У нас МЦС Вот этого Этой правой половинки Ну пора пронумеровать еще Пускай это тело будет номер один Это тело номер два Тогда тело номер один С некоторой угловой скоростью Повернется С угловой скоростью омега-1 Повернется По часовой стрелке И против часовой стрелки С угловой скоростью омега-2 Повернется Второе тело Каждая сила при этом Будет иметь некую мощность Причем силу мы представим Как момент вокруг МЦС Но осталось только записать Сумму вот этих мощностей Проравнять вот сумму нулю И найти отсюда реакцию Искому ХБ Вот эта сумма Вот эта сумма Сумма мощностей Значит, мощность момента Начнем двигаться, так сказать, с лево-направо Мощность момента М1 Момент в одну сторону Угловая скорость в другую сторону Вот я написал с минусом Здесь я написал не из этого Как здесь А прямо уже их модуль А направление я учил просто по картинке Здесь у нас Это в одну сторону Это в другую сторону Неважно В какой главной Вы разные Поэтому здесь знак минус П на омега-2 Это Здесь, конечно, была дилемма Куда силу П отнести В левую часть или в правую На самом деле Совершенно все равно Допустим, П относится К левой части Тогда сила П относительно МЦС Левой части Имеет плечо 2 Момент П на 2 Направлен по часовой стрелке И омега тоже по часовой стрелке Плюс Сила Ф уже относится К правой части Поэтому надо смотреть Вокруг чего она вращает Вокруг точки Д Значит, надо брать расстояние От точки Ф до точки Д До МЦС Это будет плечо С 90 градусов Умножаем Ф на 3 Ну, 3-то понятно Откуда здесь Потому что, смотрите Здесь 2, 2 Значит, здесь 45 градусов 45 градусов Здесь тоже 45 градусов Поэтому здесь будет тоже 3 3 плюс 2 Здесь все Расстояние 5 будет 5 относится уже К моменту силы ХБ ХБ на 5 Это момент Омега-2 Туда же, куда и момент направлен То есть против часовой стрелки Знак плюс И М2 М2 Тоже со знаком плюс М против Часовой стрелки Омега-2 Против часовой стрелки Вот такое выражение Здесь остался сущий пустяк От омег избавиться Как избавиться от омег? Выразить одно через другое Но тут связью В прямом переносном смысле Является точка С У точки С Имеется вот эта скорость Поэтому посмотрим Как выражается эта скорость С одной стороны И с другой стороны Естественно Одна и та же формула Эйлера Причем в скалярной форме ВС С одной стороны Это омега-1 Умножается на расстояние На АП АП А с другой стороны Это омега-2 Это я в модулях пишу На Нет, я ошибся Здесь не АП А здесь точка С АС На АС А с другой стороны СД СД Омега-2 На СД Ну вот это соотношение Может быть не такое удобное А вот если мы заметим Что АС Относится к СД Исподобие треугольника Как 2 к 3 То получается что Например Омега-1 можно исключить Омега-1 можно исключить Омега-1 равняется СД Значит 3 Вторых Омега-2 Вот отсюда Получается соотношение между омегами Осталось теперь эту омегу Подставить вот сюда И сюда Здесь омега-2 у нас Благополучно сокращается Вот мы из этого уравнения Находим Х-Б Значит омега у нас Отличная от нуля Это существенно Что омега-2 Мы сокращаем Отличная от нуля И собственно Даже возможные перемещения С некоторой возможной скоростью Значит омега-2 Отличная от нуля Сокращаем на омегу-2 Получается это выражение Если подставить Конкретные значения Вот эти вот Килоньютон Килоньютон-метр То здесь видно Что Если посчитать Вот То получается Минус 9 Килоньютонов Вот так Из одного Можно сказать Уравнения Мы нашли Реакцию опоры Х-Б Ну а теперь Как найти Эту же реакцию Стандартным методом То есть Методами статики Ну несколько Так сказать Будет Сложнее И Разница Будет тем Значительнее Чем Большее количество Неизвестных В этой Задачи Не надо определять Вот в данной Задаче Тут все Честно говоря 4 неизвестных Внешних 2 внутренних Ну 6 Самых больших Неизвестных А необходимо найти Только одно Х-Б Соотношение 1 к 6 А вот если Там допустим Тысяча неизвестных Ненужных Но они существуют А одну Должен найти Ну ясно Только будет Особенно большое Преимущество Ну здесь Преимущество Не существенное Такая учебная задача Но если решать Обычными методами Статиками То тут конечно Ничего не потребуется Нам И мы просто Разбиваем систему На две части На левую И правую И более того Здесь есть Некоторые Такие простые Приемы Это нам тоже Все не потребуется Но По статике По принципам Статики Мы здесь должны Конечно скоростнику Не даем Убираем Эти вот Связи Заменяем Реакциями Все пишем Реакции Здесь вот будет Реакция Игрек-Б Здесь будет Реакция Икс-Б Здесь будет Вертикальная реакция Игрек-А Горизонтальная Икс-А Сразу видно Что Разбивать систему На части придется Потому что Четыре неизвестных А уравнений Для одного тела Только три Поэтому берем Например Ну если мы ищем Вот Икс-Б К примеру Просто повторим Решение Берем только Вот отдельную часть Вот эту вот Вот эту отдельную часть Разделяя систему На две части Мы должны Действие Этого шарнира Заменить силами Это у нас Шарнир неподвижный Изображаем Но в произвольном направлении Икс-С Это игрек-С Ну Некоторые спросят А что вниз Куда хочет Я направляю Главное Если вы будете Направлять сюда То на другой части Она будет В положенную сторону Но мы до другой части Честно говоря Не дойдем Мы ограничим Все этой частью Силу П Я отнес тоже К той части Это несущественно Совершенно Сила Ф Как была Так и осталась Момент Как был Так и остался М2 А здесь Рисуем Активные Нет Как раз Рисуем Рисуем Реакции связи Активные силы Это Ф И активные моменты М2 Это активные силы А вот это у нас Реакции связи Итак Надо найти Реакцию ХБ Игрик Самым компактным образом Уявляется Следующая система Уравнений Первое Пишем сумму моментов Относительно Точки А Равняется Нулю Вот если Относительно Точки А Для всей системы Составить Сумму моментов Ну конечно Эту же скорость Мы не пишем Ведь угловые скорости Нам тоже не нужны Получается Уб На плечо 5 Потом все остальные Все это равняется Нулю Сразу видно Что из этого уравнения Находится Одна единственная реакция Уб Находится Вот из этого уравнения А потом Пишем Сумму моментов Относительно Точки С Вот для этой То есть два уравнения Ну здесь получается ХБ Вот на это плечо На 2 Потом Тоже плюс Ну напишем Это не так уж много ХБ Уножаем На 2 Вот на это плечо Относительно Точки С Потом Плюс Уб Уножаем На 3 Сила Ф пройдет Через точку С Момента Не дает А М2 Будет С плюсом Плюс М2 Равняется Нулю Так мы уже Здесь У нашли Ставим сюда Находим ХБ Ну Не намного Сложнее В два раза В два раза Потому что Два уравнения Там было одно уравнение Здесь одно Здесь два уравнения Ну получается Ответ естественно То же самое Минус 9 кН Вот такие два способы Решения задачи На принцип Возможных перемещений Определение реакции опора Есть еще одна Задача На принцип Возможных перемещений Там своеобразная Задача На определение реакции опора Вот послушайте Ну эту задачу я взял Из Тарга Краткий курс Теоретической механики Хотя она известна И в других учебниках Это задача О прессе Задача прессе Формулируется она очень просто Вот имеется Некий такой Аппарат Для Сжатия Грузов Или для Создания давления Ну например Такой аппарат Используется Для В типографиях Когда обрезают книги Сначала Нож Сжать А уже потом Нож Опускается И отрезает Там форзац Там страницы Обрезает Красиво Но чтобы Был красивый обрез Нужно очень сильно Сжать Ну это любой пресс Это может быть И там даже Крат Идея стоит в том Что мы здесь крутим А здесь стоит давление Вопрос Вот какая связь Между Вот этим Моментом И вот этим Давлением То есть Условие Ставится следующим образом Задан Такой винт Задан шаг винта Напомню Что такое шаг винта Это расстояние Между соседними бороздками То есть Вот мы повернем На один оборот И ровно Шаг винта Опустится Или поднимется В зависимости от того Что левая резьба Или правая Итак Шаг винта Задан Задан момент Вот этот момент Крутящий На Этом винте Вопрос Чему равняется Реакция Опоры Вот в этом месте Здесь вот сжимается Какой-то груз Ну я книгу положил Которую обрезаем Вот Какая здесь будет сила Ну вообще Конечно Задача статики Винт находится в равновесии Мы его закручиваем Но он находится в равновесии И тут возникает некая сила Обычно довольно-таки Большая сила И довольно-таки Небольшой момент Вот Если Мы решим задачу То выясним Что можно Создать очень большую силу Или очень небольшой момент Но сначала Задачу надо решить Методами статики Это очень трудно Браться даже как решать Как мы обычно Задачу статики решаем Значит Отбрасываем связи Тело становится Свободное Заменяем связи Реакциями И вот для этого Свободное Тело под действием Активных сил И реакции связи Составляем Условер на весе Там Проект Сноуси Х Моменты Ну здесь конечно Телом будет являться Винт Вот как вот здесь Вы отбросите Связи Какими реакциями Замените Ну в принципе Это конечно Можно Но очень Это хлопотно Делать Здесь конечно Мы легко Заменим Реакции Опоры Н Которую Собственно Ищем Ну нарисуем И сразу же Пока Не забыли Н Здесь момент Внешний Активный Приложен Все это Находится В равновесии Вот этот Н Вот это Какие-то Неизвестные Здесь Реакции Связи И здесь Моменты М Ну вот С помощью Принципа Возможного Перемещения Решается Очень просто Значит Делаем Следующее Мы Освобождаем От этой Книги Действие Этой Книги На Этот Винт Мы заменяем Реакцией Опоры Н И поворачиваем Теперь Он же стал Механизмом Все Теперь Можно двигаться Повернуть Сила может быть Опустится Точка приложения Сила опустится Но при этом Совершает работу Но ясно Что момент Куда повернется Туда И угол будет Значит Получается М с плюсом На дельта Фи Повернулся На дельта Фи Туда же Куда и момент Значит Работа будет очевидна Элементарная работа Будет положительная А у Н очевидно Будет отрицательная Потому что Сила вверх А перемещение вниз Получается Минус Н На Дельта Игрек Напишу Равняется Нулю Все А здесь у нас В том-то и дело Что здесь связи Идеальные Значит Здесь у нас Работа реакции Связи будет равна Работа реакции Связи будет равна Нулю Если конечно Там было бы трение Мы все С таким красивым Методом Зачем бы не решили Ну а дальше Осталось связать Дельта Фи Дельта Игрек А тут и связывать Ничего Мы знаем Что на угол 2П Если повернем То будет Аж По определению Что такое Шаг винта А на угол Дельта Фи Связь линейная Это будет дельта Игрек Вот из пропорции Сюда находим То что нам нужно Но нужно нам Дельта Фи Чтобы дельта Игрек Скратился И сразу же Получилось бы Н Итак Дельта Фи Равняется 2П 2П На дельта Игрек Поделить на Аж Ставим это вот сюда Сокращаем на дельта Игрек Которая отлично От нуля А то мы и дали Возможное перемещение Получается Красивый ответ Реакции Опоры То есть Сила Прижатия Вот этого Пресса Равняется 2П М Поделить на Аж Чем меньше Аж Тем больше Создается Вот это вот Усилие Сжатия Можно создать Мелкую мелкую резьбу Сказать Ребенок повернет И там получается Тысяча тонн Тут правда Есть одно ограничение Если создашь Мелкую резьбу То за счет Прочности За счет Упругости Металла За счет Потери Прочности Металла Вот в этом соединении Резьба может Просто сорваться Поэтому здесь Есть некоторый Баланс между Аж И желанием Сэкономить На этом моменте Ну обычно Этой формулой Пользуются Еще учитывают Конечно Трение Иногда здесь Но это Довольно-то Эффектная задача На Условерновесие Здесь Не определение Реакции Опор Здесь можно сказать Условерновесие Ну и можно сказать И определение Реакции Вот этого На сжатие Вот этим Прессом Вот этого Объекта В данном случае Книги